Человек в театре или театр в человеке? Артисты бывают кочевыми и оседлыми. Здравствуйте, вы смотрите Город Эсс, с вами Мариана Мирна и в гостях у меня сегодня старенький, новенький, старенький артист самарской драмы Андрей Инцветаев. Привет. Привет. Ну вот, называю новенький, старенький, потому что был у тебя сразу после института небольшой опыт работы в нашем самарском драматическом театре, год ты у нас отработал, потом уехал, теперь вернулся, и поэтому снова здравствуйте. С радостью, здравствуйте, очень рад своему возвращению, очень рад встрече с этим прекрасным городом, с Волгой, с этим замечательным театром. Здравствуйте, здравствуйте здравствуйте отлично андрей ну давай как бы небольшую предысторию да ты закончил красноярский институт искусства и после этого с кем из артистов важно несколько было человек который в тот момент было много причем я был первопроходцем и потом наши люди уже когда узнавали что меня пригласили в самару тоже стали то что называется проситься да ну вот в первый же сезон мы приехали из красноярска я лёша фокин приехал света михалищева женя отавин вот по-моему это вот те первые ласточки которые прилетели за мной дальше было очень много и нина лаленко и денис евней сейчас у нас такая диаспора красноярская зубов да вера решки лариса супрун сейчас боюсь просто всех не упомнить но здесь было очень много наших так чё уехал ты что не сложилось тот момент или в туле такое предложение сделали от которого ты вот не смог отказаться нет дело в том что просто у меня так сложились личные обстоятельства что отработав в год здесь мне ну вынужден был просто не уехать по своим личным обстоятельствам в город герой тул вообще тула является как бы таким театром по братимам самарского театра поскольку сейчас объясню почему потому что там очень успешно работает ныне уже заслуженная артистка россии любовь федоровна спирихина ученица петра львовича монастырского там замечательно работать любимец стул и любимец города который до сих пор является по-моему любимцем самара потому что все его тут помнят у кого не спроси борисович заволокин артист россии вот ну и примкнувший к ним я тоже поработал в туле но вот про самару всегда говорят что сама театральный город тула тоже театральный город можно так про тулу сказать тула город театральный но он другой другой не могу даже сформулировать в чем эта разница но немножко другая там ментальность хорошо больше десяти лет получается сколько 14 лет ну 15 почти 15 лет отработал да большой такой это такая для артиста наверно целая эпоха за 15 лет уже очень много всего и сыграл это мы чуть позже мы вернемся к этому моменту вот я тоже себе сделала некоторые пометочки вот смотри произошло вот такое некое возвращение будула я да буду совершенно неожиданно рассказывай никто не знает как это случилось а сейчас расскажу это произошло неожиданно даже для меня поскольку я оказался в самаре потому что приехал навестить моего друга олега белова с которым мы дружим с 99 года вот с ним случилось как все знают несчастье и мне просто надо было приехать как-то узнать как он что я ничего про него не знал как-то поддержать чем-то если могу помочь чем-то вот и тут тульский академический театр драмы в котором я служу собирается на гастроли в город нижний новгород который как известно на великой русской реке волга стоит но я думаю ну как же так буду на волге и не заеду коллегу да не может такого быть поэтому после гастроли по окончанию гастроли я вместо того чтобы возвращаться в тул в тулу по окончанию моих спектаклей я сажусь на поезд и еду до самары коллегу к счастью и олега встретил в прекрасном состоянии тут это здоровье в бодром расположении духа весь погруженный в работу он говорит он когда до болезни столько не работал сколько работает сейчас то есть у него просто вообще нет времени вот ну я отвлекся в общем значит погостил я у олега но поскольку я оказался в самаре здесь у меня много друзей много знакомых да с того времени осталось решил зайти в театр со всеми повидаться со всеми поздороваться всем передать подарки тульские пряники знаменитые очень вот удивительное дело их вроде везде во всех городах продают тульский пряник да но покупаешь тульский пряник в другом городе и это вот не тульский пряник вот вот не знаю то ли их пекут в других местах то ли что но тульский пряник это надо покупать в туле а самовар а самовар тем более и ружье там же ну пришел в театр пришел в театр и встретил вячеслава алексеевича гвоздкова пошли мы с ним пообщались поговорили и вдруг он мне предлагает вернуться ну я от такого интересного предложения не мог отказаться поскольку театр потрясающий труппа потрясающий а много чего видел работая в туле много видел видеозаписи спектакли которые выложены в разных сетях социальных вот причем в туле сейчас умер художественный руководитель которому я приезжал александр и щепопов тоже тавстоноговец как и вячеслав алексеевич гвоздков как и валерий вихрьевич грешко вот тоже ученик тавстоногова здесь его тоже в самаре знают поскольку он здесь поставил гениальный и на взгляд спектакль гарольд и мод который шел много лет с версанной иршова и с володей гальченко вот поэтому меня там собственно ничего больше не держал тебя сразу по он тебя просто пригласил что а вот при калоне или или сразу вот на роль он тебя на роль энди вот в спектакле я думаю вот теперь я думаю что задумка у него было то есть он тебе не сказала нет ничего не кажется он схитрил мне кажется он тебя увидел я думаю что вот кого я искал я думаю что задумка у него была но мне он ничего не сказал просто спасать как бы ты даже не на роль да какую-то конкретную Нет, я просто ехал в хороший театр, к хорошему режиссеру, в хороший город, который я знаю, город знаю, театр знаю, людей знаю, прекрасная труппа, вот я и ехал к ним. Хорошо, ты приехал, и сразу тебя, он уже потом в оборот, да, на Шоушенко, он тебя начал крутить, или нет? Не сразу, не сразу, какое-то время стояла тишина, я сыграл в «Пиковой даме», вот я в прошлый мой приезд репетировал в паре с Володей Гальченко роль Томского в «Пиковой даме», а сейчас в обновленном составе я сыграл, господи, кого же я сыграл-то, герцога Охлянского, да уже просто сняли. Хорошо, ролей много, да, мы забываем немножко, кого, товарищ помощник режиссер, расскажите, кого я сегодня играю? Нет, просто я все время, у меня «Пиковой даме» от Томски сразу, настолько это отпечаталось с 99-го года, что не могу забыть, вот, потом, значит, я сыграл Вильяма Монса в паре с молодым студентом Ярославом Василенко, вот, то есть он начал играть еще до моего приезда, я приехал и потом вошел в спектакль, это Вильям Монс, любовник Екатерины в спектакле «Шут Балакирев», значит, потом, что было потом, ну, потом был замечательный спектакль, я его очень люблю, поставил Валерий Викторович Гришко, завтра была война по Борису Васильеву, хотя у меня там роль небольшая, но спектакль я всем обязательно показываю, видео у меня есть, я всем, кто ко мне приезжают из других городов, обязательно показываю, и все сидят, и все рыдают, и все смотрят. А во втором акте все рыдают. Да, 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 потрясающий спектакль, очень его люблю, несмотря на то, что роль у меня там небольшая, ну, две сцены, в первом акте одна сценка, и во втором акте партнеры замечательные, да и студенты замечательно там работают, и Вета Шулакова, и Лаура Керрер, ну, замечательный спектакль, что сказать. Ну, так и вот все, подвожу я тебя все-таки к Шоушенку, как вот, как это, ну, это же, вот смотри, объясню, почему так на нем настаиваю, к нему веду, потому что ты говоришь, вот несколько ролей получилось, что ты сыграл, как только пришел в театр, но все равно зритель артиста начинает видеть, знать и любить, после того, как происходит какая-то большая роль, после того, как идет представление артиста, потому что иной раз, знаешь, вот кто вот в очках, как я, не очень сильно зрячие, видит, да, вроде кто-то ходит, а кто непонятно, понимаешь, раньше не видели, а Бог его знает, не увидим, может и потом не увидим. Может и больше не увидим. Вот, поэтому Шоушенк все-таки это стал для тебя, наверное, в этот приезд и в этом случае, такой знаковой ролью, да, что тебя и узнали, тебя представили, и как дебютанты тебя представляли, потому что большая роль такая получилась первая. Как оно? Замечательно. Дело в том, что я о Шоушенке услышал еще пять лет назад, когда находился в городе-герое Тула, ну, смотришь вот эти вот кусочки, которые выкладывают там новости, там какие-то потом с открытия сезона, с закрытия сезона, и вот как-то лет пять или четыре года назад смотрю, вся трупа на сцене, и Вячеслав Алексеевич говорит, вот, этот сезон мы начинаем, в этом сезоне мы выпустим такой-то спектакль, такой-то, такой-то, и вдруг говорит, в этом сезоне мы выпустим, я выпущу спектакль «Побег из Шоушенка» по Стивену Кингу, думаю, елки-палки, какая потрясающая штука, вот прямо зависть какая-то даже, вот такая белая-белая зависть, но вот шевельнулась, думаю, вот бы поучаствовать в этом спектакле, потому что я Стивена Кинга очень люблю и считаю, что несправедливо совершенно ему налепили ярлык короля ужасов, он гораздо интереснее, гораздо глубже, гораздо многоплановее, достаточно даже несколько произведений взять, там «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка», «Мертвая зона», потрясающая, да, там такая философия, такие пласты, такие глубины, что просто, я считаю, что Кинг останется в классиках. Да, согласна. Ну и вот предлагает тебе Вячеслав Алексеевич роль Энди, да? Или что-то другое тебе сначала предлагал? Или сразу он тебя прям видел таким образом? Нет, сразу Энди, сразу Энди. Мы сперва работали эту роль с замечательным нашим тоже красноярским человеком Денисом Евневичем, очень хороший артист, замечательный, тоже нашего института выпускник, вот. Вот. Потом Денис просто, как сказать, у него немножко другая индивидуальность, он замечательный артист, но он, понимаете, как важна индивидуальность, все равно артисты воспринимают, не знаю чем, каким-то шестым чувством. Это когда собака пытается сыграть кошку или кошка пытается сыграть собаку, это невозможно, правильно? Но это не вопрос амплуа, правильно я понимаю? Не вопрос амплуа, это вопрос какой-то психофизики, да, скорее? Не знаю, вот какой-то харизмы определенной, не знаю даже, как это сказать, как это назвать. Ну и сейчас продолжим разговор, предлагаю, чтобы было нам тоже и нам, и зрителям, поинтереснее. Есть у нас небольшой сюжет со спектакля «Побег и Шоушенка», в котором Андрей принял непосредственное участие. Давайте посмотрим, мы продолжим беседу. Внутри человека есть место, до которого никто не может добраться, и оно твое. О чем ты говоришь? О надежде. Надежда? Вот что я тебе скажу, друг мой. Надежда? Опасная штука. Вместо Тима Робинса дебютант на сцене драматического Андрей Ницветаев. Вместо Моргана Фримена белокожий сибиряк Петр Жуйков. Культовую драму Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» поставили в Самаре. К премьере шли долгих пять лет. Целая эпоха для театрального дела. В нем есть что-то очень русское, потому что как сейчас у нас мир спасает супергерой, да, американская точка зрения, с вот такими бицепсами, а здесь герой совершенно другой, понимаете? Абсолютно другой. Это как-то роднит с тем же самым Достоевским. Не Шварцнеггер. Абсолютно не Шварцнеггер, да. С тем же самым Достоевским, с идиотом, с князем Мышкиным, с еще какими-то персонажами очень русскими. Так мучительно я еще ничего не разжал, говорит режиссер спектакля Вячеслав Гвоздков. Идеи и мысли по этой теме периодически сковывало тюремными цепями в лучших традициях произведения. Ответы пришли сами, пусть и не скоро. Результат того стоил. Слаженный мужской коллектив четко выполнил задачу и доносит до зрителя тексты и подтексты, в которых Кинг отразил и силу человеческого духа, и стремление к свободе, и надежду, и самое главное – шанс оставаться человеком, даже если это практически невозможно. У нас будет написано вот с полным текстом, да, Стивен Кинг идет в кино, а теперь и в театре. Впервые в России. То есть мы как бы открыли, все друзья меня спрашивают, а как это возможно, как это можно было поставить на сцене. Даже не театральные люди говорят, ну я видел фильм, повесть не читал. А как это можно поставить? Я говорю, ну придете и посмотрите. Это спектакль не про тюрьму в прямом смысле, или во всяком случае не про физические решетки. Бабочка рождается на свет и должна летать, иначе она погибнет. В мораль спектакля верят и зрители, и сами артисты. Посмотреть и оценить постановку можно будет 3 и 4 октября. Также в ближайших планах самарской драмы «Человек и джентльмен» от итальянского режиссера Паула Ланди, «Косатка» по Алексею Толстому, «Холстомер» Льва Толстого и «Три сестры». Ну вот такой обрусевший Стивен Кинг, да, у нас получился. Много ли в нем вот этого русского, о чем ты говорил, вот тогда еще на пресс-конференции, много ли вот того, что близко к славянскому человеку? На мой взгляд, да, абсолютно. Потому что, как я уже сказал в сюжете, что американская точка зрения, что у героя должны быть железные бицепсы и так далее. Все-таки русский человек берет больше душой, больше какими-то своими внутренними качествами. Тем он и силен, тем сильна и школа наша театральная, Станиславского, которую весь мир уважает и боготворит, да? Ну вот смотри, все-таки Энди, да, если вот в данном контексте рассуждать, герой спектакля, герой произведения, это, ну, это не Иван Дурак, да, то есть это не такой русский тип, да, вот которому все везет и так далее. Иван Дурак на самом деле очень умный. На самом деле, если вы почитаете сказки... Я понимаю, ну вот он добрый, он простой, он не ходит по головам, ничего. У Энди все-таки он дальновидный, он такой, он интеллектуальный хищник, я бы его вот так назвала, потому что он очень четко понимает, как будет складываться ситуация и как ему нужно вести себя, чтобы в этих ситуациях, в этих условиях выживать. И он и в спектакле говорит, да, и в произведении, что он вот так выживает, он способен выживать вот таким образом. Но он не идет по трупам, он не идет по трупам, что самое главное. Это очень русская, христианская черта, я бы даже сказал, что ни в коем случае нельзя ходить по трупам, иначе все, что будет складываться хорошо и прекрасно, все закончится очень плачевно. Отзывы у коллег какие? Что друзья сказали? Кто-то приезжал, может быть, смотреть спектакль? Вы знаете, тьфу-тьфу-тьфу, опять же. Все верный? Чтобы... Есть такой грешок. Артисты говорят все все верные. Говорят, да. Вот. Пока, дай бог, чтобы так было и дальше, пока отзывы только самые восторженные. Я надеюсь, что так будет и дальше. Очень хочу в это верить. Боюсь спугнуть. Давай не будем бояться спугнуть. Я думаю, что все будет хорошо, и поговорим еще тоже о том, чем ты занимаешься сейчас. Перед выходом на сцену тоже есть какие-то приметы у тебя, может быть, что ты делаешь перед тем, как вы на сцену, но, коль уж все-таки признали, что человек свой верный. Ну, делаю, но не скажу, что. А, секрет. Да. Хорошо. Это тоже имеет право на существование. Что сейчас репетируешь, чем занимаешься, в каких сейчас репетиционных процессах принимаешь участие? Сейчас у меня передышка. 27-28 играем побег из Шаушенко. Сейчас я мысленно и физически настраиваюсь. Пока передышка. Только что вышли две премьеры «Человек и джентльмен», и только что вышел «Побег из Шаушенко». Сейчас пока легкое затишье перед бурей, надеюсь. У нас в театре сейчас репетируется, Кузин репетирует «Странная миссис Сэвидж», а ты не играл в «Туле». В «Туле» я играл, да, причем опять же самарский человек, которого тут очень хорошо знают, Валера Маркин, был режиссером этого спектакля, и я играл роль летчика Джеффа. Летчика, который считает, что у него изуродованное лицо. Так что с этим произведением я очень хорошо знаю. А что тебя не задействовали-то? Ты уже играл, все знаешь. А откуда меня знает режиссер? Он меня первый раз увидел в Шаушенке, когда уже давным-давно репетировал «Странную миссис Сэвидж», да. Там будут еще спектакли после Нового года, да? Сейчас я видим, я так понимаю, вот «Миссис Сэвидж» выпустят. «Миссис Сэвидж» выпустят вроде бы в конце января или феврале. А, я думала, в декабре. Потому что нет, потому что дело в том, что Александр Сергеевич Кузин сейчас вынужден уехать по срочному контракту, там что-то делать я не вдавался в подробности, и вернется он в январе, спектакль доделает и выпустит. И тогда уже выпустит. После новогодних праздников зрители увидят премьеру. Я думаю, что это будет прекрасно, потому что режиссер замечательный. Все видели тут его спектакль «Лес». На мой взгляд, потрясающий спектакль. Хорошо. К твоим прошлым работам хочется вернуться, потому что там есть, в принципе, чем погордиться. На мой взгляд, я думаю, что объективно там есть работы. В принципе, много классиков, репертуар достаточно широкий. Вот то, что мне приглянулось, конечно, это, ну, понятно, и русская классика, и тургенев, и французский Франсуа Саган, и все это. Но я люблю очень сама произведение «Идиот», и образ князя Мышкина для меня – это тоже какой-то верх и пилотаж. Тебе удалось его сыграть. Не каждому артисту, который об этом мечтает, это удается. Расскажи, как там чего было, и хочется ли повторить, может быть, если у нас будет, будешь ли претендовать, у нас же проходят кастинги на роли, теперь у нас новая система в театре. Вы знаете, если здесь будет, я обязательно, во всяком случае, подам творческую заевку. Да-да. Если это здесь вдруг возникнет название. Вообще, Достоевский – мой любимый автор, самый любимый, почему я говорил про Стивена Кинга, что он у меня, вот, побег и Шаушенко, в чем-то перекликается, в каких-то мотивах перекликается с Достоевским. Достоевского мне в свое время порекомендовало прочесть. Как-то, когда я учился в институте, я не знал, что взять на самостоятельные отрывки, да? То есть вот на третьем курсе уже учился, все. И дружил с народной артисткой в Царстве Небесное Екатериной Ивановной Макиенко. У нас была гениальная актриса, ученица Станиславского. Ух ты. Веры Павловны Редлих, которая однокурсница, значит, Хмелева, Аллы Тарасовой. Вот, и Вера Редлих однокурсница. И вот у нее в театре «Красный факел» в Новосибирске училась Екатерина Ивановна Макиенко. Какие люди. Да, потрясающий человек. Вот, и она работала, народная артистка была у нас в Краснодарском театре. Мы с ней очень подружились. Сразу с первого же курса мы стали дружить. Я постоянно у нее в гостях. И вот как-то в очередной раз я у нее в гостях. Мы пьем коньячок. Она очень любила это дело. Когда она устроила зигзаг. Зигзаг? Вот так вот зигзаг она это называла. Да, мы коньячок. И там всякие бутербродики со всякими вкусными нарезочками. Вот. И я говорю Екатерина Ивановна, вот мучаюсь, мучаюсь, ночей не сплю, не знаю, чего мне взять на самостоятельные работы. Екатерина Ивановна говорит, так посмотрела на меня, говорит, а ты почитай, идиот Достоевского. Я говорю, а чего там, а на кого обратить внимание, говорю. Она говорит, а ты почитай, ты поймешь. До этого я должен сказать, что я Достоевского не читал вообще. До третьего курса театрального института не читал Достоевского. Я ни одного произведения не читал до этого. Ничего себе. Вот бывает такое. Ну, преступление и наказание в школе. Но в школе мы все знаем, как нам могут привить ненависть к самым прекрасным авторам. Это да. Так у вас там на факультете, на актерском, вот такой вот список литературы обязательный для прочтения. Там драматургия, драматургия. Там не... У Достоевских, как известно, пьеса не писал. Понятно. А у вас еще больше поплес. То есть там именно, да, история театра, история драматургии. То есть именно то, что было написано для театра. Все, отплав, от этого, отплав, от софопа, от всего. То есть ты уже будучи взрослым, сознательным человеком встретился с Достоевским. Да, это хорошо. И это хорошо. Потому что если бы я прочел его раньше, я просто бы сказал, что за ерунда. И бросил. Вот. А здесь я такое удовольствие получил. Неземное. После чего я объезжал все книжные магазины и скупил там все, что было связано с Достоевским. И стал это все запоем читать. Вот. И это, конечно, потрясающе гениальный автор. Вот. Так я узнал Достоевского. О чем я хотел сказать. О том, что князь Мышкин в твоей жизни появился в Красноярске. В Тульском, прошу прощения, театре. Да, да. Кстати, меня в Самару именно в свое время благодаря князю Мышкину Вячеслав Алексеевич пригласил. Потому что он увидел мою самостоятельную работу на видео. И он сказал, что это хорошо. Вот. Начала я нашу программу с того, что артисты бывают кочевыми и оседлами. Это действительно так, да? Есть артисты, которые год, два, три в одном, в другом, в третьем. Вообще артист в России очень кочевая, в принципе, по своей сути. Но я приехал в Самару, и мне отсюда не хочется никуда уезжать, потому что мне здесь все очень нравится. Все нравится. Повторюсь, и театр, и город, и режиссеры. Мне кажется, ты себя нашел, да, тебе кажется, что... А воздух? Воздух тот? Это же очень важно, когда ты тем воздухом дышишь или не тем. Конечно. Мне очень комфортно здесь. Очень интересно с этими людьми работать. Артисты здесь все замечательные. Трупы прекрасные. Вот насчет трупов. У вас же получается, у нас много красноярцев. Да. К сожалению, уже многие ушли из театра. Но что-то еще осталось. Что-то еще осталось. Еще придут. Там одна школа в институте, который преподобил. Я сейчас скажу. Школа у нас чем замечательная, чем она отличается от многих других школ, Красноярская школа, почему так ее выпускники пользуются по всей России большим спросом. Потому что это Щукинская, знаменитая, одна из лучших театральных школ, Щукинская, Вахтанговская школа, которую в Красноярск привезли гениальные люди. Леонид Владимирович Калиновский, который в свое время был одним из педагогов на курсе у Андрея Миронова в Щукинском театральном училище. И его супруга Ирина Борисовна Калиновская. Вот они много лет преподавали в Щуке, потом их пригласили в Красноярск, чтобы в Красноярске в институте вот эту вот Щукинскую школу реализовать. И Калиновская это как раз твой мастер, да? Это мой мастер курса Ирина Борисовна Калиновская. К сожалению, Леонид Владимирович к моменту, когда я поступил, уже умер. Он был намного старше. Вот. А у Ирины Борисовны мне посчастливилось учиться. Это мой мастер курса. Вообще у меня педагоги замечательные были. И Ирина Борисовна Калиновская, и Елена Владимировна Бубнова, Артем Михайлович Рудой, Константин Алексеевич Вощиков, тоже щукинец, который учился слоновым на одном курсе. Одни друзья с ним большие. Вот. И Валерий Аркадьевич Дьяконов, народный артист. Царствие небесное в этом году его не стало. В общем, педагоги замечательные. Я очень благодарен моим учителям, моим педагогам. Спасибо вам большое. А вообще, артисты, когда приходят в новый для себя театр, ну, во всяком случае, или после перерыва, или, ну, вот ты пришел, как происходит процесс вживания? То есть, понятно, ставится новый спектакль, ты получаешь в нем роль. Есть еще момент вводов, да, уже в готовый спектакль. Работать-то нужно, да? Конечно. То есть ты же не можешь на одном спектакле существовать. Вот. Как это происходит для человека, который, ну, когда с института пришел мальчик молодой? Это один вопрос. А когда ты уже взрослосостоявшийся, как это, насколько это трудно, нетрудно вот менять, ладно, город меняешь, там, все меняешь, а вот в этом смысле работа-то творческая, работа эмоциональная, насколько вот это вживание, оно легко вот тебе далось в этот раз? Мне было гораздо легче, чем другому бы человеку, который сюда пришел, потому что я здесь, ну, большую часть людей знаю в этом городе, и вообще город знаком. То есть у меня, грубо говоря, я, можно сказать, как будто никуда я не уезжал. Просто где-то в отпуск съездил. На 15 лет. И вернулся, да. Многие остались мои друзья, и, опять же, тот же самый Олег Белов, и Володя Сухов, вот, и Володя Гальченко. Вот. Много новых, конечно, людей, но они как-то очень ко мне вроде бы тоже хорошо отнеслись. Ну, у нас дружелюбные, да, такие все-таки люди? Да, да. Не было такого, что, а кто это приехал? Такое, что им здесь надо? Вроде бы такого не было. Вот мне кажется, что всегда в театрах должно быть так, чтобы всем была работа, да? То есть есть какие-то все равно вот, даже не в плане, да, там, амплуа какого-то, да, вот то, о чем мы с тобой начали говорить, вот психофизика какая-то актерская, и кто-то должен вот один формат, да, играть одни роли, кто-то другие. Вот ты себя к кому относишь? Вот если, допустим, брать того же Князя Мышкина, это же все-таки вроде как, ну, герой-невростейник немножечко, да, вот, на мой взгляд, или что-то такое глубинно-психологическое. Ты только к этому себя относишь, или тебе хочется попробовать в чем-то легком, в чем-то... Я вообще против такого понятия, как амплуа, хотя мой, опять же, как бы я считаю одним из своих учителей, он не был моим учителем, но мы с ним сделали два спектакля в Туле. Это Алексей Александрович Малышев, однокурсник Олега Табакова, Валентина Гафта, вот, который учился в школе-студии МХАТ, потом он на режиссуре учился у Андрея Александровича Гончарова, у Великого, он возглавлял лучшие театры России, такие, как Новосибирский «Красный факел», он потом возглавил, Ставропольский театр, до сих пор там вспоминают золотую эпоху Малышева, вот, все. Вот, Ростов-на-Дону возглавлял, Нижний Новгород, Тулу какое-то время возглавлял он. Так вот, значит, он как раз говорит, что у любого актера есть вот такие рамки, за которые он выпрыгнуть не может. Ну, наверное, с этим нужно согласиться, потому что... Ну, не все соглашаются. Нужно согласиться, потому что, допустим, вот Ричард «Львиное сердце», я бы даже и не пытался бы его играть. Поскольку, ну, вот, я говорю, эта кошка пытается сыграть собаку, или собака пытается сыграть кошку, это вот не мое. Тут как... Или, допустим, того же Рогожина. Нет, ну, да есть режиссеры, которые на сопротивление вот специально дают артистам, что не хочешь ты, а вот на тебе. У тебя бывало такое? На сопротивление? Ну, бывало, ну, не то, что, опять же, на такое сопротивление. Всегда хочется что-то новое попробовать, что-то, то, чего еще никогда не делал. Да, я играл в Туле, одна из последних моих ролей, ставил Владимир Ветрогонов, спектакль «Карнавал в Вероне». Это по Григорию Горину «Чумана оба ваших дома», продолжение истории Ромео и Джульетты. Ну, понятно. В интерпретации Горина только, да? Да, 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 «Чумана оба ваших дома». И я там играл, собственно говоря, злодея-насильника Джорджу, который вот изнасиловал вдвоем с негром вот эту вот несчастную героиню, и она родила, все думали, архагона родить негра или не негра. Вот. Вот такого вот злодея я сыграл. Так что это тоже было интересно, это тоже был опыт определенный. А вообще в Туле, надо сказать, я играл роли самые разнообразные. То есть я играл, допустим, вот таких вот героев, да, как Беляев «Месяца в деревне». Я играл Сержа в «Сиреневом платье Валентины» Франсуаза Сагана, такой тоже молодой герой, такой бунтарь, герой-любовник, вот все. И наряду с этим, допустим, я играл остро-характерные роли, тоже обожал их играть. Допустим, Франсуа Пиньон в «Уже не дураков» Франсиса Вебера. Или в «Подруге жизни» играл тоже главного героя, тоже абсолютно характерная роль Феликса. Так что тут мне в этом смысле в Туле повезло. Повезло, я думаю, что... Хочется играть все и много, всего и много. Ну, не до таких крайностей, как я говорю, опять же, Ричард Львиное Сердце или Рогожин. Вот эти роли блестящие сыграют, допустим, Денис или Петя Жуйков. Замечательный, тоже наш красноярский артист. Да, вот мы когда смотрели, хотели тоже сказать, что Петр тоже из Красноярска. Замечательный артист, потрясающий. Андрей, ну вот смотри, еще буквально полминуты у нас остается до конца эфира. Мечта есть ли творческая, актерская мечта? И можно ли о ней говорить? Прямо коротко очень. Мечта есть. Говорить не буду, потому что... Потому что, опять же, мечту надо не спугнуть. Спасибо огромное, что пришел. Я тебе желаю больших творческих успехов, широкого репертуара, чтобы мечта, хоть мы о ней и не знаем, не сказал, исполнилась. А со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные, используясь удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова